Философская этика Причина, которую свободная воля кладет в качестве основания своих действий, на самом деле есть цель. Ведь у нас есть, если мы берем, если мы читаем Аристотеля, у нас есть четыре причины. Есть причина формальная, есть причина материальная, есть причина то, откуда движение, есть причина то, куда движение, то есть целевая причина. То есть цель всегда часто, ну, Аристотеля понимается тоже как причина. Наше поведение свободное, да, и оно может быть не обусловлено в этом мире только единственным способом. Когда мы ставим некую второго рода цель, эта цель, она находится в будущем, да, мы хотим достигнуть этой цели. И тем самым, как бы, поскольку теперь, когда мы один раз поставили эту цель, мы попадаем уже в систему обусловленности, да, поскольку мы сами себя управляем этой целью, то мы уже спокойно движемся в мире, природном мире. С учетом того, что у нас, кроме вот природных причин, которые на нас действуют, будь то, там, бессознательные внутри нас, там, или, там, некие внешние причины, там, социальные причины и прочие, есть еще одна причина, да, которая нас обусловляет, а именно цель, которую мы поставим. И, собственно, мир свобода и мир природы именно так согласуются. Они согласуются на уровне цели. Естественно, когда мы достигаем цель, возникают определенные уроды трудности и препятствия, да, потому что мир сопротивляется осуществлению нашей цели. Но, тем не менее, нам удается наша цель достигать. Об этом просто говорит вся наша цивилизация. Развитие техники, развитие социальности, и прочее. То есть, на самом деле, такая вещь, как постановка в нашем мире цели, а постановка свободная. Почему свободная? Потому что, если вот посмотреть на классической философии, как они определяют свободу, они прежде всего определяют свободу, исходя из того, что мы в мышлении свободны. Вот можно у Канта прочитать, да, что в мышлении есть некого рода способность, как спонтанейность. Или у Гегля, да, что именно в мышлении мы являемся свободным. То есть, мы в мышлении ставим некоторого рода цель свободную. Потом эту цель проектируем в мир и пытаемся ее осуществить, исходя из текущих наших подручных средств, которые нам доступны, и возможностей, которые мы обладаем. Иначе говоря, мы как бы вот наш мир, мир мысленный, да, проектируем вовне и действуем в этом мире, исходя из того, что как если бы вот наша рода, вот эта проекция в этом мире имела место. Ну, например, если брать ближайшие примеры такого рассуждения, это вот, например, всякого рода религия. То есть, религия, если что иное, ну, это как частный способ, да, его понимание, как наша человеческая проекция в этот мир. И попытка весь этот мир истолковать вот из некого рода вот теории, если так можно обобщить, из некоторого рода человеческие проекции. То есть, мы все события, все факты, которые происходят с нами, мы истолковываем в религиозном смысле, например, в христиансском смысле, да. Если нам оказывают сопротивление, мы истолковываем, допустим, что это бесы там, или там злые силы какие-то действуют и прочее. Здесь есть прямая аналогия между тем, как вот, допустим, в науке существует проверка теории экспериментов. Есть точно так же некоторое рода соотношение между тем, что мы в мышлении поставили как в виде цели и создали в виде некой конструкции, в виде мировоззрения, на какое-то представление о мире, как это представление соотносится с реальностью. То есть, ну, если в науке, как бы, вот, все-таки эксперимент, есть вещь некая, ну, как бы, объективная, да, и мы, и науку, в принципе, научилась все-таки согласовывать свои теории с опытом, да, то в этике это не так, потому что в этике преимуществом является не эксперимент, а вот сама теория, да, вот есть некая рода этическая теория, обычно она наносит религиозную форму, вот есть некого рода религиозное представление, мировоззрение некоторого рода, и все события, которые совершаются в рамках этого мировоззрения, человек истолковывает некоторого рода образом, исходя из его проекции в этот мир. Точно так же действует любая идеология, потому что любая идеология, вплоть от плоти, как бы, вот, религиозная, в этом смысле. Потому что любая идеология отвечает на все вопросы, и любое событие, и любой факт, который совершается вокруг вот такого идеологического человека, всегда может быть истолкован в свете вот его идеологии. Так устроено, в принципе, видимо, вообще поведение этическое. То есть оно в этом поведении превалирует, изначальная вот эта вот установка на примат некоторого рода внутренней теории, этической, там, религиозной, идеологической, неважно, и все остальное, все остальные события и факты подводятся под эту теорию. И вот если мы смотрим, вот я недавно рассказывал про христианство, как оно истолковывает современные времена, как называют их апокалиптическими, да, вот оно именно исходит из этого, да, но все события, которые совершаются вокруг нее, там, глобализм, там, карточки, там, ведение карточек, там, паспорта и прочее, оно все истолковывается после того, что вот князь мира сего, да, вот, дьявол, сатана, вот он, как бы, пытается, как бы, овладеть людьми, да, завладеть их свободой, да, пытается, как бы, подчинить людей, как бы, вот, своей горе. Вот это первый разговор. На самом деле, с этим разговором также связан второй разговор, который мы тоже пытались вести, а он, речь идет о том, что человек это частичное существо, и свою завершенность он получает только в обществе. Но я в прошлый раз пытался как-то долго и нудно это аргументировать, исходя из того, что вот, как бы, живу это, и даже на биологическом уровне, на уровне животных, животное сбивается в стаи, потому что стая, потому что каждое отдельное животное выжить не может, только стая может выжить. И на уровне рода я говорил о том, что вот, каждый отдельный организм умирает, а род, как бы, вечен, да, вот, как бы, продолжает свое существование через смерть в каждом отдельном организме. Ну, то есть, можно много, как бы, привести других примеров, но суть состоит в том, что человек не является чем-то универсальным и самодостаточным, а что человек, на самом деле, изначально строен в обществе, И что целостность человека по сущности своей достигается не в отдельном человеке, как думали, скажем, гуманисты эпохи Возрождения. Они предгрезили о каком-то таком универсальном человека-боге, если так можно выразиться, который может все, который обладает абсолютно всеми возможностями, который, в буквальном смысле, может бросить вызов богам. На самом деле человек, действительно ограниченное существо, связан плотно со всеми другими ему подобными существами, он вписан в общество, он имеет ограниченные способности. Он может одно, он не может другого. Это выражается в частности в том, что есть всеобщее разделение труда, всеобщее разделение деятельности. Начиная с того, что есть разделение на мужчин и женщин, на детей стариков и взрослых особей и так далее. В общем, многообразными способами человек вписан в общество и является некой рода клеткой в таком огромном сверхорганизме, которым можно назвать общество. Как бы общество – это есть вот такой сверхчеловек, да? А каждый отдельный человек в этом обществе, он представляет собой только клетку этого организма огромного, который называется общество. И точно так же, как в нашем организме, каждая отдельная клетка выполняет некую свою частную функцию и даже иногда жертвует своей жизнью ради целостности организма. То есть погибают, допустим, фагоциты, там, каких только нет, там, разнообразные клетки. Это они ради целостности организма, они могут пожертвовать собой. Это, по-моему, называется баптоз, да? Не менее баптоза сейчас. Точно так же и в человеческом обществе, точно так же каждый отдельный человек занимает некую свою нишу, выполняет некую свою частную функцию и в случае необходимости тоже жертвует своей жизнью. И в этом нет ничего необычного. И вот если это так, если человек, если мы понимаем человека как частичное существо, и свою целостность человек получает в составе общества, да, то тогда и этика должна пониматься по-другому. Вот я раньше говорил о этике личного убеждения. То есть я считал о том, что мы должны восходить так. Мы должны брать отдельного человека, рассмотреть взаимоотношения этого отдельного человека с другим человеком и выстраивать этику снизу вверх. Да, то есть от того, как каждая пара людей взаимоотносится, можно будет перейти легко, обобщая на целое общество. То есть общество это будет просто как бы вроде увеличение количества вот этих парных взаимодействий, да, отдельных людей. Но на самом деле теперь я понимаю, что это слишком упрощенная система и что на самом деле надо сверху двигаться. Что есть некая целостность с обществом. Да, и взаимодействие отдельных пар людей в этом обществе, оно обусловлено этой целостностью. Это почему? Потому что если человек вписан в общество, если он представляет собой только, не какого рода, частичное существо в этом обществе, то может так случиться, что его действия, да, может быть даже добрые действия в этом обществе могут приносить вред обществу как целому. То есть может возникнуть коллизия между этикой личного убеждения и на самом деле добром с позиции целостности общества. И поэтому надо как бы действительно, возможно, правильное понимание этики, оно требует рассмотрения этого вопроса с позиции целостности общества. И причем здесь еще как бы вот возникает сразу мысль о Платоне. Когда Платон пытался понять, что такое справедливость, он, ну и мы помним все, как Сократ ходил на рыночную площадь и вопрошал народ. И каждый раз получалось так, что нельзя было найти справедливость в каком-то, в каждом отдельном человеке. Невозможно было не обнаружить ни закон, ни принцип, да, все его вопрошания оказывались, не приходили ни к чему, никаким выводом. И в конце концов Платон как бы вот уже в зрелые годы уже понимает на самом деле, что справедливость невозможно достигнуть на уровне одного отдельного человека. Что справедливость это некого рода категория, которая может применяться только к целостности общества. А именно к тому, что Платон понимал как государство. То есть только на уровне государства реализуется такая категория как справедливость. Причем на этом уровне он опять же говорил о том, что одни люди должны управлять философами, другие люди должны защищать воины, третьи люди должны работать, ремесленники и так далее. То есть опять возникает вот эта вот частичность каждого отдельного человека. Какой бы ни был философ, как бы углубленный и мудрый, он все равно не является гармонической личностью, да. Он на самом деле может занимать только в смысле общества какую-то частичную функцию управления, функцию управления. Потому что он видит красоту идей, да, вот он может с позиции как бы мудрости правильно управлять обществом и так далее. Воронь, соответственно, должен свою нишу занять и прочее. И эти касты мы видим, например, так же вот в Индии, да, вот есть некое рода кастовости. Вообще все-таки всякое древнее общество, как мы видим, на самом деле всегда кастово. То есть вот это вот проявление частичности человека, оно вот именно в этом и выражалось, в частности, да. Сейчас оно просто выражается по-другому, сейчас общество разделено, там, имущественно разделено, там, с позиции образованности, там, и прочее. А чем между кастами и цехами разница? В чем? Это не существенно. То есть не существенно? Пока это не существенно, потому что я пытаюсь как бы зайти на вопрос о бытике. И вот если вопрос к итике можно рассматривать, и в том числе и вопрос добра только с позиции общества, то тогда понятно, откуда вырастает вот эта вот идея коммунизма. Почему? Потому что, что такое по идее, своей идеей коммунизма? Вот мы говорили в свое время о двух принципах, о принципе справедливости и о принципе добра. Что такое принцип справедливости? Вот этика точно так же делится в соответствии с этими принципами, на принципы, на этику справедливости и этику добра. В справедливости мы говорим о неком роде принципах, о некотором роде законах, заповедях, их можно легко сформулировать. И это уровень, на котором люди могут согласовать свои действия, согласовать свое понимание того, как правило. Они просто могут договориться. Это называется писаный закон, или там писанное право. Не обязательно даже право, потому что сюда включены и принципы, сюда включены и заповеди. Ну вся наша мораль сюда включена. А вот есть этика добра. И мы говорили о том, что вот эта этика добра, это как бы не писанный закон, да, это нечто, что невозможно формализовать и выписать в виде некого рода правил. Потому что она конкретная этика, да, и она требует в каждом конкретном случае поступать как-то непонятно, да, исходя из некого веления, внутреннего веления сердца. То есть, если этика справедливости, да, этика принципов, законов, вот эта писаная этика, она требует выполнять некоторого рода нормы, да, вот некоторого рода писанные законы и правила, да, и там ты должен как бы это уметь, это правило применять к действительности, к реальности. То в этике добра, вот когда мы действуем по совести, там вот этих правил-то нет. Просто есть нечто, как бы вот, что понятно нам, да, вот какому-то группе лиц, да, какому-то коллективу понятно, что является в данном случае действовать правильно. И вот эта правильность, она выражается в какой-то конкретности, да, и каждый конкретный раз можно рассказать, в чем она состоит, но выписать общий случай невозможно. И вот я подумал, как бы могла, можно было бы эту вот этику добра, вот, которая выражается в совести, формализовать, да, попытаться как-то, попытаться как-то ее обсуждать. И я понял, что на самом деле вот эта вот этика добра или этика веления сердца, если ее не рассматривать с позиции личного убеждения, а поднимать на уровень целостности общества, есть не что иное, как традиция. Вот у нас есть традиция, да, традиция какого-то конкретного коллектива, скажем там. нашего общества, там, допустим, советского общества, или там, в свое время, русского народа, там, или там, немецкого народа, да, вот такой. Не обязательно коллективы как народы, да, может быть коллектив какой-то, там, ученый, там, или там, конкретного института, или там, коллектив, там, какой-то, трудовой коллектив какой-то фирмы. И важно. Здесь важно, на самом деле, что существует некоторого рода традиционность поведения в этих коллективах. И вот эта традиционность и есть то самое неписанное право или неписанные принципы, то, что мы назвали велением сердца или совестью, он передается из поколения в поколение в виде некоторого рода ритуальности нашего действия. Некоторого рода культуры. То, что в хорошем смысле культуры. И культуры в смысле каких-то произведений искусства или чего-то в этом роде. А культуры в смысле нашего способа бытия. Вот мы с начала нашего рождения и вплоть до нашей смерти, ну сейчас в меньшей степени, потому что общество очень сильно секуляризировалось, да, но вообще говоря, в традиционном обществе так было. Вся наша жизнь была расписана вот в этой ритуальности. То есть мы рождались, определенные ритуалы совершались, мы росли и достигали определенного опыта зрелости. И возникали новые ритуалы, как бы ритуалы связанные со свадьбой, ритуалы связанные там с постройкой дома и так далее. Вся наша жизнь была ритуализирована. И причем вот эти ритуалы, они все именно и носили такой вот характер неписанного закона, неписанного каких-то правил. То, что вот можно было бы назвать правильностью, да. Но правильность не только этическая, это как бы более такая, более широкая правильность. И вот если понимать то веление сердца, да, и опять же, как бы вот совесть в этом смысле, что совесть всегда есть совесть некого коллектива, а не отдельной личности. То есть она, конечно же, возникает как зов отдельной личности, но на самом деле ее надо поднимать на уровень какого-то коллектива, да. И она действует в рамках какого-то коллектива, она понимается однозначно, да. То есть вот есть коллектив, и внутри коллектива человек именно чувствует совесть, как бы понимая, что он принадлежит к этому коллективу. Вот как говорит Хеллингер, да, совесть есть способ, каким человек вписан в коллектив. Я думаю, совесть все-таки выше, чем мы. Если рассмотреть гитлеровскую Германию, где там коллективы свои традиции, ритуалы и прочая конституция этого социума, вот, и совесть чисто биологического существа, я думаю, они там величество и комплектовали. Да, совесть и различные коллективы могут комплектовать, потому что мы прекрасно понимаем, что традиции разных коллективов, ну, хотя бы разных народов, да, не разных. И почему эти традиции разные, потому что на это указывает и менталитет, да, народа, и его история, его отдельные особенности. Ну, именно поэтому я, вот, у нас был спор по этому поводу, и доказывал, что совесть для всех людей, да, одинаковая. А я считаю, а я считал, что на самом деле, что совесть для разных коллективов разная. Нет, вот, это не совесть, это, не знаю, воспитанность, или как можно назвать? Ну, давайте, как... То есть, традиция, это все-таки что-то? Свою мысль сначала выражу, а потом уже будем пытаться термины, потому что здесь фактически просто разговор о терминах. Как надо первое, можно ли это называть совестью или как-то по-другому назвать? Я вот просто считаю, что есть некоторого рода правильность в смысле принадлежности человеку коллективу. Поскольку человек частичнее существо, он принадлежит коллективу, и коллектив его замыкает, делает его в каком-то отношении целостным. Это уровень, разные уровни целостности есть. Целостность на уровне семьи, целостность на уровне коллектива друзей, целостность на уровне коллектива, допустим, каких-то там единомышленников, коллектив в смысле партии, и так далее, и так далее. до государства принадлежности к нации. Человек в этих целостностях, как луковица, каждый раз эта целостность замыкает и дает ему некого рода новое сущность. Сам по себе человек, он не завершенное существо, но он каждый раз находит завершенность в коллективе, в коллектив его дополняет. То, чем он не имеет, то, чем он не обладает, другой человек ему дает. В этом состоит смысл. Как связь физики возникает благодаря тому, что это будет связано в состоянии более выгодно с энергетической точки зрения, чем быть отдельным состоянием. Тут тоже есть такой же закон. Суть вопроса, я хотел перейти к коммунизму. Что такое в этом отношении был бы коммунизм? Коммунизм предполагается в своем понимании некое такое идеальное общество, разумное, отношение, где соотнесены блага отдельного человека, принадлежащего этому коллективу коммунистическому, и всего коллектива. Потому что в обычном обществе у нас получается так, что есть некое благо общества. Благо общества часто жертвует благом отдельного человека. И в советское время, если помните, были такие постоянно разговоры о том, что есть индивидуальное благо, а есть некое общее благо, общественное благо. И если между ними надо было бы выбирать, то надо всегда выбирать общественное благо. И поэтому мы ценим эти жертвенные примеры людей, которые пожертвовали собой ради блага общего. А при коммунизме предполагается, что там такое разумное общество, где эти два вида блага – благо отдельному индивиду и благо всего общества – они будут как-то разумно соотнесены. Но на самом деле проблема нашего общества, ну это как бы некоторый идеализированный вариант, да, проблема того, как мы строили коммунизм, она состоит в том, что мы на самом деле отбросили традиции. Да, вот наш, ну, первый раз социализм, в первоначале, да, он как бы на самом деле решил построить некого рода новую традицию, создать некого рода новую общину социалистского народа и построить новые традиции. И вот это вот на самом деле не удалось, вот прежде всего именно это не удалось. Потому что, как я говорю, что вот правильность, она формулирует, должна формулироваться в неких неписанных законах, в некоторого рода единстве, которое существует как единство коллектива. Вот это вот единство коллектива в советском обществе не удалось. Вот, как мне кажется, была в чем проблема общества. Почему оно, в частности, как бы, когда случились какие-то внешние события, да, которые пытались развалить этот коллектив, они его и развалили, это общество. Нельзя было, прежде всего, устранять православие. И вот тут, как бы, есть интересный разговор по поводу того, что я раньше всегда говорил о том, что христианство изначальное, оно противопоставило себе общинной религии иудаизма. У меня получалась такая схема. Получалось так, что в христианстве есть религия индивидуалистическая, да, где каждый отдельный человек как бы осознал себя перед Богом, и каждый отдельный человек отдельно выступает перед Богом как Сын Божий. Да, каждый отдельный человек отвечает за свои действия отдельно, и он сам непосредственно соотнесет с Богом. А в иудаизме и вообще во всех древних религиях перед Богом выступает не отдельный человек, а коллектив, да. Ну, допустим, если мы берем пример иудеев, то там получается так, что вот Израиль, да, как целая, да, ну, в лице, в частности, своих пророков, которые просто представителями Израиля являются, да, как своего рода депутаты, он представляет себе пред Богом. Пред Богом выступают не отдельные какие-то Израильтяне, да, а конкретно весь коллектив. И вот я думал, что в Моисееве получалось так, что христианство, оно вот делает еще один шаг, оно делает шаг в сторону личности, и теперь отдельная личность. И коллектив целиком выступает, да, это не коллективная ответственность перед Богом, да, а уже личная, личная ответственность каждого отдельного человека выступает перед Богом. Каждый отдельный человек за свои поступки отвечает перед Богом, и спасается точно так же отдельно. Но на самом деле, если посмотреть на православие современное, то оно ведь другое, оно ведь на самом деле пытается быть общинным. Современное наше православие, оно обсуждает вопросы взаимоотношений с Богом, как взаимоотношения отдельного народа, русского народа и Бога. То есть вроде как с этой схемой, которую я только что обсуждал, она вроде возвращается, на иудаистскую точку зрения становится, возвращается опять назад. На самом деле это не так. И вот я понял, в чем состоит различие между иудаизмом, все-таки между всеми древними религиями, когда перед Богом наступал отдельного рода народ, коллектив, а не отдельная личность, индивид. Разница состоит в том, что православие пытается синтезировать две вещи. Она пытается как бы одновременно рассматривать вопрос о предстоянии пред Богом каждого отдельного человека, каждый отдельный человек спасается пред Богом. И одновременно же эти отдельные люди, в силу того, что они частичные, они объединены, по факту просто объединены в общество, и одновременно перед Богом выступает целостность общества. То есть, на самом деле православие, как мы Марсин и Гегель любили говорить о спирали, о возвращении на новом уровне к следующему состоянию, оно на самом деле модернизирует христианство, это изначально, которое, по сути, индивидуалистично. Христианство, если мы считаем, как оно выражает себя в Евангелии, это из христианства личного убеждения, не христианства общинного убеждения, это не христианство общины. Хотя там речь, конечно, идет об общении, но все равно речь все-таки идет о личном спасении. И прежде всего, пророком этого личного спасения является такой апостол, как апостол Павел. Именно в этом и состоит, в частности, его добавление к христианству, который мы наблюдаем в Евангелии. Так вот, православие пытается синтезировать две точки зрения. Оно пытается понять, с одной стороны, что каждый человек в отдельности предстает пред Богом, но все-таки, поскольку он не завершенное нечто, неполноценное, поскольку сам каждый отдельный человек не может в совершенстве своем достигать Бога, потому что он все-таки свою целостность обретает в коллективах, то речь идет о том, чтобы поднять весь коллектив до Бога. То есть каждый отдельный человек стремится к Богу, стремится к своему спасению, но понимается оно только как спасение внутри целостности коллектива. Вот такая вот синтетическая точка зрения. И это, на самом деле, развитие христианства. Так вот, коммунизм именно и врастал из православия. Нигде коммунизм не мог так себя осуществить, кроме как на базе православия. Потому что именно православие наиболее близко к пониманию коммунистической идеи. Потому что коммунистическая идея в том же виде состоит, чтобы согласовать индивидуальную волю отдельного человека. То есть благо отдельного человека и благо всего коллектива. Так это и есть то, что хочет православие добиться. То есть православие пред Богом точно так же хочет, чтобы спасся и каждый отдельный человек, и все общество целое. Причем, когда я говорил о традициях, здесь опять же важно заметить, в смысле феноменологически вопрос, что мы наблюдаем, что христианство в конце концов приобретает национальные черты народов, которые его приняли. То есть христианство на базе русского народа стало православием, на базе других, например, немцев, или итальянцев, католических, немцев, оно стало частично католичеством, частично партистантизмом. На базе англичан, англичанства, везде каждый раз вот эти общие принципы, которые представляют собой этику, да, они трансформировались с учетом традиций. Везде одно и то же случается. На базе саудитов стало ваххабизмом. Ну это не... На базе индусов стало буддизмом. Не знаю, это я не берусь, это такие далеко идущие. А на базе этих кормыков, флумаизма? Не важно. Суть вопроса в чем состоит? Суть вопроса состоит в том, что поскольку вот эта неписанная этика, этика добра, да, она не может быть выражена в виде закона, то она и должна, как бы, опору найти только в традиции. И поэтому, как бы, традиции, культура отдельного народа, они берут на себе весь груз передачи вот этой этики. А почему важно ее передать? Да, потому что она же неписанная, как ее передашь? Можно передать этику писанную. Евангелие были написаны, и там какие-то принципы были переданы. Но эту этику справедливости можно передать. А как передать этику добра, этику любви? То как передать? Ее можно передать только исходя из того, что как вот из рук руки можно передать. Можно этому только научить. А почему нужно этому научить? Потому что как иначе мы будем ставить наши цели, если мы не будем знать того, в чем состоит правильность нашего поведения? Чтобы поставить некоторого рода цели, нам нужны образцы. Когда речь идет о неписанной этике, мы не можем говорить о принципах. Там речь идет об образцах того, чего достигают отдельного рода люди. Какие-то святые, да, какие-то образчики там праведной жизни. То есть, почему вообще как бы в культуре возникает такая вещь, как святой предание? Как рассказы о святых, как мартирологии и прочее. Откуда все это берется? Потому что вот эту неписанную этику можно единственный способ только передать. Ее можно передать вот этими примерами какой-то жизни святой. Примерами какой-то правильной жизни. И люди, когда ставят себе цель в этой этике. Ведь цель можно поставить в этике справедливости легко. Вот примером осуществления такой этики справедливости является католичество. Причем, поскольку это этика справедливости, а справедливость это некоторого рода равновесие, то мы в католичестве наблюдаем некоторого рода такого рода обмен с Богом. Там на уровне понимания, там, ты мне, я тебе, да, я как бы осуществляю добрые дела для того, чтобы ты меня спас. То есть вот некоторого рода, если так можно выразиться, торговля с Богом присутствует. Но это не потому, что католичество как-то недопонимает вопрос, а потому что она не может сформулировать этику добра. И вот она остается на уровне этики справедливости. Потому что для католичества важно именно писанное право. И оно изначально опирается на право, да, вот у него вот для него важны принципы, которые написаны в неких кодексах, да, вот эти всего рода кодексы, всякого рода указы, всякого рода там, писанное право, это для нее есть существенное. И поскольку это существенное, поскольку и получается, что этику добра они не могут выразить. Поэтому получается, с внешней стороны католичество выглядит вот такой странной этикой, да. Но в православии это понято как-то. И поэтому в православии вот здесь неписанный закон. И на самом деле мы живем в обществе, вот наше общество, российское общество, оно вот и живет по каким-то неписанным законам, по понятиям больше живем, чем по писанным правам. Это не потому, что мы такие какие-то кривые косы, да, вот там вот на Западе они сейчас такие мудрые, они такие законные издали, там все у них там разложено по полочкам. А просто потому, что мы понимаем, как-то осознали это однажды, и на самом деле, что невозможно все это записать. Ну невозможно. Это этика, вот эта вот добра, то, что выражается в некотором обвелении сердца внутренне, да. То, что, можно я назвать неписанным правом. Неписанные законы и то, что ты называешь этикой добра, это разные вещи. Популаста по неписанному закону принято иногда из ближнего своего. Понятно же, что это этика добра. Хотя кто знает. Я говорю поэтому о совести. Мы же, у нас же не писанные законы, это не законы совести, в конце концов. Еще раз, я когда начинал говорить, я говорил, что у каждого коллектива есть такая вещь, как совесть. А когда я говорю о вытике добра, это действительно определенного рода совесть. Просто другое... Иначе говоря, этика добра, это частный случай совести. А вообще говоря, совесть может быть разная. Бо у коллектива фашистов, у них тоже будет какая-то своя совесть. Но другая, не наша совесть. То есть, в общем смысле, у каждого коллектива есть совесть. И поэтому надо говорить, что эта совесть, она неписанная. И как она выражается? Она выражается некого рода традиции, некого рода правильности поведения, которое невозможно в виде кодекса, в виде правил каких-то выписать. Но когда я говорю про этику добра, это частный вид совести, который связан с определенного рода поведением, с определенного рода целью. Зачем она нужна? Да, и это нечто другое. И опять же, когда мы переходим к христианству, именно и речь идет об этике добра. И мы не можем эту этику добра выразить в виде принципов. А выражается она в виде некого рода традиций. Вот это надо, я не знаю, как бы удалось ли мне мысль-то выразить? Потому что здесь очень много концов, которые надо соединить в нечто одно. Вот это нечто одно, в чем проблемность у него состоит? Потому что это нечто одно невозможно выразить, и на него можно только указать. Да, я согласен. Вот у тебя, например, есть... Ну, можно, да, сказать, что традиция сидеть на дорожку является вложением этика добра. То есть, посидел, вспомнил, что ты билеты забыл. Нет, послушай, тут, опять же, это способ жить. Что такое традиция? Традиция, она шире, чем этика добра. Этика добра – это частность. Потому что такое традиция. Традиция претендует на то, чтобы всю нашу жизнь, от рождения до смерти, расписать в виде некоторого рода правильности. Традиция, я не могу сказать. Если не говорю правильная жизнь, родился и умер. Понимаешь, правильно? Традиция, ну вот, например, существует же традиция, там, выкидывать мусор на... Ой, ну, традиция не мыться, допустим. Существовала мощная традиция не мыться. Ну, понимаешь, частный пример и несущественная. Существенная мысль в чем состоит? Что, поскольку невозможно выразить вот эту совесть, да, или там... Ну, невозможно, это правильно. То она, ее, закрепить ее можно и передать другим поколениям, может, только в воспитании, только в некого рода традиции. Вот она есть, эта традиция. Если, заметь, другое, заметь, когда разрушаются эти традиции, когда разрушается вот наша вот некоторого рода культура, то на что мы можем опираться? Мы можем опираться только на законы, на правовое государство, на принципы справедливости. Подожди, подожди, я просто даю такую чужую мысль. И мысль тогда состоит в том, что единственное общество, до которого мы можем прийти, и с верховным принципом этики, оказывается, только справедливость. Когда остается важным, а вот справедливость, и все. Уже речь не может идти ни о каком добре. Откуда ей будут взяться, добру? Потому что его же не выразить. А все, что можно выразить, выразить можно только справедливость. Справедливость, вот некая равновесие, да? Ты мне, я тебе, там. Действует по отношению к другому так, как хотел бы, чтобы по отношению к тебе действовало. Опять же, это тот же самый принцип равновесия. И везде, везде идти к справедливости. Разрушение традиции, есть разрушение изначального солидарности людей. Которое может выражено быть только в этике добра. Потому что справедливость невозможна, на самом деле, по существу, совершить добро. Потому что справедливость, как мы уже пытались это обсуждать, да? Это своего рода обмен, да? Обмен эгоистический всегда. Я действую по отношению к другому, с добрыми намерениями, просто потому что я хочу, чтобы он по отношению ко мне с добрыми намерения действовал. Я делаю другому добро, потому что я хочу, чтобы он мне добро делал. Это же не что иное, как вот изначальное эгоистическое намерение жить в мире, как сказать, разумно. Это разумный мир. А когда я говорю об этике добра, то сразу вот это вот не эгоистическое, не утилитарное возникает. Это нечто совсем другое. И наша сущность, на самом деле, она не заключается в справедливости. В справедливости мы выступаем, как вот некие винтики, да? Как некие абстрактные субъекты. Вот недаром, на самом деле, принцип категорический императив Канта, он абстрактен. Да, в нем присутствует вот это вот отсутствие лица. Вот нет человека. Есть какие-то два субъекта, да, абстрактные. Они с друг другом взаимоотносятся. И вот к этим субъектам применяется некого рода формальное такое, формальное этика, формальное право такое. Или так, мы берем любой свой закон. Там нет людей. Там просто вот есть какие-то отдельные субъекты, которые как-то с друг другом взаимоотносятся. Но ведь мы понимаем прекрасно, что когда мы переходим к конкретным людям, там все не так. Что закон, если его исполнять по букве, он часто очень будет приводить просто к этому маразму. Источник зла. И как раз в демократическом обществе западном, а это же уже давно, уже видно же, на самом деле, что там вот этот вот упор на право, да, упор на написанные законы, да, он достигает уже просто маразма. Да, но точно так же и упор на традицию тоже будет приводить маразм. Нет, смотри, не традиция ради традиции. Традиция должна выражаться, изначально, по сути, и выражалась общность, как таковая. Что это, что значит традиция? Традиция выше отдельного индивида, она связана корнями с неким нашим прошлым, да, с неким разношим. Да, я согласен, у тебя была принята целостностью, да. Кольцо в носу носить традиция была. Прадед мой носил кольцо в носу, я ношу, как бы, дед носил кольцо, этот был. Это традиция, действительно, мое, если я... Ты еще, ты берешь какие-то просто края традиции, я же меня это... Ну а чем, или традиция не мыться, например. Хорошо, хорошо, это опять же края, это суть и не относится, это какие-то края. Бабушка не мылась никогда, я тоже не буду мыться. Суть вопроса в чем состоит? Зачем, да, я просто отвечал, выражу своему, зачем появляется закон? Потому что, когда появляется идея отдельного универсального индивида, она появилась, эта идея, в эпоху возрождения, да, отдельный самодостаточный индивид. У панта это выражается в виде некой автономной воли. Отдельный индивид, он автономен, он свободен, да, он от чего не зависит, он как атом, как отрезан от всего, да, и он соотносится с другими аторами, да, с другими индивидами. Так вот, когда появилось такое представление о человеке, который является самодостаточным, возникла необходимость как-то соотнести различные вот такие индивиды. И возникло то, что называется право. И это писанное право, вообще говоря, и принципы, они все, вот я сколько уже говорю о формальной этике, они все связаны именно с изначальной схемой того, как взаимоотносятся два абстрактных индивида, два вот таких атома. Ну, если мы говорим о том, что человек не представляет собой такого индивида, да, и не является самодостаточным, является частичным, и на самом деле целостностью достигает только в обществе, и по сути, на самом деле, субъектностью обладает только общество, а не отдельный человек. Совсем другое понимание тогда получается. Тогда надо говорить о том, что, как тогда действует право, если на самом деле субъектностью обладает община, вот как вот было в русском обществе, да, ответственность несла община. Вот случалось, что какое-то крестьянское общение, что-то происходило, да, как бы, и нес ответственность, вся община несла ответственность за каждого отдельного индивида. Нам это кажется диким, на самом деле, но если понимать, что каждый отдельный индивид, ну, как вот в семье, да, каждый отдельный индивид, если, допустим, в семье что-то случается, вся семья отвечает за проступы каждого отдельного ее члена. С точки зрения абстрактного права, это вроде неправильно, да, это, потому что каждый отдельный индивид должен отвечать сам за свою волю. Но с точки зрения того, что каждый отдельный человек не представляет собой целостность, является частичным, это правильно. Именно, как бы, целостность коллектива должна отвечать. И, ну, совсем другое возникает тогда взаимоотношение людей в таком, внутри коллективе. Да, но я-то, я-то тебе хочу сказать, что... И она опирается на традиционность некую, внутреннюю традиционность, на некоторую внутреннюю, где-то гармоничную взаимосвязь людей. Я хочу сказать, что искать добро в традиции, это так же напрасно, как искать совесть в законе. Такая же невозможная речь. Нет ничего хуже традиции. И они собираются там добро искать... Нет, 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 нет ничего хуже традиции. Я не собираюсь добро искать традиции. Традиции петь и не уметь читать, писать и не мыться. Да, вы не собираются искать добро в традиции. Я просто говорю о том, что как передать вот эту совесть, как передать, как передать вот это вот понимание правильности, как оно может передать. Не путем, не счет того, что... Сначала пойму, что я хочу сказать. Послушайте, что я хочу сказать. Я хочу сказать только примерами жизни. В чем традиция состоит? Вы традицию сводите мыться, не мыться, а я традицию свожу примерами праведной жизни. Вот человек родился, как-то он жил правильно. И вот пример этой праведной жизни, это и есть пример того, как надо правильно жить. Не пример какой-то отдельный, какой-то... У меня вот этот прораб, который мне хватило, ремонтировал. Постоянно жаловался. У него жили дети, и это и были. Родители жены были с Волгощиной. Они говорили, что вообще не надо бизнесом заниматься. Надо приехать не на Волгощину, в деревню, завести корову и заниматься натуральным сельским хозяйством. Это была традиция. У них действительно были целые кучи народ, которые прожили правильную жизнь, не занимаясь натуральным сельским хозяйством с молоком и с коровой. Еще раз говорю, что ты пытаешься традицию сейчас... Мы должны сейчас бесконечно обсуждать, какие бывают традиции. А я говорю не об этом. Я говорю, как-то в традиции, как-то прошито в этом. То, что между строк в Писании, так сказать, святых. Ну, так нет, это традиция какая? Святые, святые, традиция святых? Да, традиции многообразные. Как иначе передается совесть? Как она передается из поколения в поколение? Она же существует где-то на небе, да? Она не спускается к тебе, не дается тебе вместе с рождением. А ты как-то ее в обществе, живя, каким-то образом понимаешь. Вот есть некое общество, как живой организм есть. И ты, находясь в этом живом организме, постепенно осознаешь, как надо... Что, в чем состоит правильница? Вот это, ну, это традиция-то, она как-то передается тебе. Вот я вот в этом смысле говорю, традиция. Она именно неписанная, непонятная, не можно ее взять и сформулировать в виде закона, в виде каких-то правил. А я хочу сказать, что как раз ты в полности не в виде закона сформулировал, каждый поэтому открывает само себя. Каждый самым выполняет это духовное, внутреннее... Каждый, каждый выполняет. Только надо понимать, что каждый отдельный индивид, у меня изначально такая, сейчас есть установка, что они являются целостностью. Нельзя говорить о том, что очень важно, что каждый отдельный индивид может или не может это сделать. Может быть, какие-то отдельные индивиды в обществе и вообще не могут этого ничего осознать. И, ну, просто есть разные люди. Речь идет о том, что в целом в обществе она как-то присутствует. И когда вот я переходил в коммунизм, я просто не договорил. Вопрос, с коммунизмом-то в чем состоит? Все, проблема состоит. Вот есть и этот сверхорганизм, или сверхчеловек, который представляет собой общество. Как он может саморегулироваться таким способом, чтобы гармонично сочетать в себе благо для каждого отдельного индивиду общества и для целого? Он может только тем способом это сделать, если будет сознание, если будет высокоразвитое общественное сознание, которое сможет, как он контролирует свой организм, точно так же контролирует организм общественный. Так вот, вот этого высокоразвитого общественного сознания достичь, ну, просто бесконечно тяжело. Именно поэтому всякий раз не удается такая идея. Потому что невозможно, общественное сознание не может достигнуть такой вершины, чтобы на самом деле суметь вот на уровне вот этих вот правильностей, тут же невозможно выписать принципы, как именно оно должно быть. Оно должно именно быть каким-то правильным, но правильным на уровне сознательности, не на уровне вот бессознания, бессознательного. На уровне бессознательного общество как-то утрясается, как-то все это случается, есть некий рот, который над нами в виде рота, родового принципа или какого-то другого правит, и мы как-то все как-то утрясается. Рыночные механизмы, какие-то там стихийные действия и прочее. То есть мы как-то живем какой-то стихией бессознательной. А как вот эту стихию бессознательности починить некому разумному устройству и устроить, ну, это в этом стоит идея коммунистического общества, устроить так, на самом деле, чтобы можно было управлять этими стихиями, да, и сочетать общественное и личное. И в этом действительно состоит этика тогда, получается. Это получается идея коммунизма, как бы вот есть некого-то рода завершения вот этики добра. Потому что действительно добро может быть достигнуто так только в целостности и в единстве общества, поскольку каждый отдельный человек, еще раз говорю, что он счастичен, и он может более того, он даже совершая какие-то добрые дела, может вредить целому обществу. И мы много этих примеров знаем, да, когда жертвец отдельного человека или как бы действительный человек могут в обществе навредить. И наоборот, на самом деле, целостность общества иногда требует даже принести, может быть, вред каким-то отдельным ее членам, да, ради целостности. и даже сейчас в том числе действует, да, мы наказываем преступников там и прочее. То есть вот этика получается вот так вот как-то странным образом как бы вот указывает в конце туннеля где-то что, какую-то идею коммунизма. то есть разговор об этике получился, что это разговор вам думал о социальном. Хотя изначально этика, мы понимали, я же говорил всегда, что этик на отдельного человека, на небитаемом острове невозможно. Такой этики не бывает. То есть этика всегда этика взаимоотношений людей. А раз это взаимоотношения людей, это нечто социальное. То есть просто теперь как бы в нашем рассуждении мы достигли понимания, что вот ну ты понимаешь, что у муравейника, например, нету этики. Есть какая-то своя этика. Нет у него никакой этики совсем. Потому что каждый из них клетки. И у нас внутри у клеток тоже нет этики. Еще раз говорю, ты понимаешь этику сейчас на уровне принципов. А этику понимать в смысле правильности, а то организм продолжает существовать. Нет, я могу сказать следующее, что для этики всегда характерно свободное решение поступать так, а не иначе. Вот это существенно. Для муравейника, для того никто у них там свободы не поступает. И клетка моя спокойная не поступает. Хоть она и альтернативистична, и умирает иногда. И вообще я ногти подстригаю. Вот на самом деле я теперь в другом понимании считаю, что свобода для этики это не является суперсущественной. Я считаю, что нравственности, свобода, они все вместе спасаются. Всякий раз мое свободное решение поступать так, а не иначе. Потому что ты опираешься на индивидуалистическую этику, где действительно... Нет, я не на муравейника опираюсь. Я говорю о том, что человек, поскольку он частичек, то... и поскольку целостность достигает только общество, не такое выделение отдельного индивида из общества, это есть слишком высокая уровня. Решает это всякий раз кто? Человек или общество? Решает всякий раз. И решает и отдельный человек, и общество. Так реально решает и решает себя. Общество как сверхорганизм. Нет. Ну вот я не знаю, вот это... Даже в нашем обществе есть правообменительство, есть общественное мнение и прочее. Оно тоже что-то решает. Другое дело, что достигнуть вообще того, чтобы общественное сознание управляло обществом на самом деле, а не имитировало управление, очень сложно. В этом состоит трудность построения такого разумного общества. А на мой вот это нравственность начиная с той поры, когда я просто беру для себя и решаю абсолютно свободу. Правильно, это неударистическая нравственность, которая превалирует на Западе, которая выражается в максимуме, в своей максимуме. Это в законах, в некого рода как бы... Зачем тогда нужна вообще какая-то этика добра? Достаточно не нужно, какая-то действие. Достаточно принципов. Не действует действие не надо, зато совесть очень нужна. Здесь совесть... Тебе тогда получается одно с другим не сшивается. Почему? Ну, потому что совесть это... Это все-таки коллективная вещь. Изначально я... Совесть, конечно, выражается каждом отдельном человеке, да, вот есть зоб совести, но изначально это нечто коллективное. Совесть... Правильное понимание совесть. Действительно, совесть это принадлежность к некому коллективу. И твоя принадлежность к этому коллективу либо действия, которые ведут к тому, что ты разрушаешь коллектив, и выражается в виде зова совести. У тебя угрызение совести, потому что ты действуешь так, что разрушаешь коллектив. Действуешь против коллектива. И наоборот, если ты действуешь в соответствии с коллективом, у тебя в любой момент я могу поступить так, а не иначе. В отличие от Малавини. Булат, извини, простой пример. Воюют два государства. Я вот в одном коллективе воспитан. Традиции, мораль, общество, все такое. Совесть моя. И меня посылают агентом другое. Вот надо президента противопорствовать. Ну, Гитлера убить, грубо говоря. И все равно совесть работает там. Хотя сознание, традиции, воля вот этого общества, которое я защищаю, обороняю. Так вот, я просто потому что я нахожу совесть все-таки глубже, даже на биологическом уровне. А вот эти надстройки частные, то общество, это, те традиции, эти, там, людоедство, там еще что-то. Вот. Это, ну, другой слой. Выше, ниже я не буду говорить. Вот. Не, ну, я тоже самое. А ты говоришь, а ты говоришь, что вот и есть социум, в нем есть традиции, культура, обряды, там, предания и так далее, образцы, и вот они формируют совесть. Нет. Я сказал, что в них выражается совесть. Совесть изначально есть. Значит, вы меня неправильно поняли. Я сказал, вопрос состоит в том, что если мы действуем по совести, то мы должны понимать, каким образом совесть передаем с поколения в поколение. Совесть выражается в традициях. Мы передаем эту совесть, поскольку мы не можем ее в виде принципов передать, мы передаем ее в виде традиций, в виде некоторого рода историй, вот таких, про святых, там, истории про праведных людей, про правильную жизнь, про подвиги, да, вот. Она, может, отражается, но то, что она передается, я как-то вот возразил. Да, я это тоже считаю, что, как и Константин, что с самого начала каждый для себя решает. проявляться, отражаться там, она может, но передаваться, вот это я... Еще раз говорю, есть коллизия существенная. Конечно, Влад, но передасток, говорится о терминах сначала, потому что какой-то, получается, бесполезный разговор. То есть... Нет, ну тут более-менее определились термины, тут как-то. И есть нюансы видения этих процессов. Нет, как-то, я немного изложил, как-то сразу концов, да, и, возможно, получилось так, что концов как-то не сошлись. Ну аж отражение совести и в формальных законах можно найти, я не знаю, в этом столе, может, где-то как-то, вот скрупленный угол, что-то там, вот. но это не есть передача совести, это какой-то её проекция. Зачем вообще нужна передача совести? Дело же не в том, что, как бы, что, допустим, как-то же муравьи, допустим, живут, если говорить о какой-то там своей совести, да, муравьи, муравьи, как-то, как-то, как-то передача, как-то устроено, но у них устроено она как-то механистически, наверное. Она как-то, есть ли некий механизм муравьёв, который сразу же при рождении муравья вызывает ему определенную программу действий. Но, как бы, у человеческом обществе такой программы нет. И эта программа, она является только культурным ходом. Она в культуре прошита. Человек рождается, и он совершенно как-то обуворался. Ну, у него есть, конечно, какие-то инстинкты, да, там, минимальные. И потом он только становится человеком благодаря тому, что вот этот культурный код считывает постепенно и научается действовать. Ну, на самом деле, он рождается, конечно, не белой доской. Это давно уже, так, оказывается. Это я же... Ну, чё, вот, вы зацепляетесь. Я же сказал, что с точки зрения того, что как человек он так воворался. Конечно, как обезьянка некое существо. То есть он сразу рождается и такой, я человек, я хомо сапиенс, или там науку, да, как он рождается, не так воворался. Он сразу же личностью рождается. Нет, но какие-то зачатки есть уже, наверное, в человеческом. Да. Ну, хорошо, пусть будет так. Это несущественно. Нет, конечно, надо какие-то, я не знаю, с какой-то ощущения взять определенную, что вы говорите, каждый из вас поднимает под этими словами. Поэтому, мне кажется, что разное получается толкование. Мы же как бы не занимаемся ликбезом. В конце концов, мы можем взять википедию, почитать, подумать, какие-то определения посмотреть в справочниках и прочее. Мы пытаемся, я пытаюсь просто выразить суть. И вот есть некоторого рода этическая проблема. Что такое, как бы, этика, и что такое, на самом деле, добро. Чтобы его выразить, приходится некоторого рода конструкта стоить, для понимания, что это такое. Просто так вот выразить его невозможно. Это долгий путь, на самом деле. Чтобы вообще это понять, что возможно, что я сейчас заговорил, там требуется все остальные семинары просто. Что это как бы некоторое родное завершение, попытка осмыслить весь ход, весь ход размышления. Что вот, я же говорю, что почему я различаю этику справедливости, этику добра. Само различение справедливости и добра нечего. Многим вообще даже непонятно. Они даже не понимают, почему здесь проблема есть. А это существенная проблема. Если это не понимать, в этику вообще можно не ссуваться. И добро, добро и справедливость различают. Справедливость это, ну, как бы, это уже к определению, там, отдельно разговор. Потом, что такое этика добра, мы тоже долго обсуждали. Что такое неистическое обсуждали долго. И пришли к свободе. Потом поняли, что если есть свобода, как она вообще возможно, так как вообще в нашем мире возможна свобода. И вот я говорю еще, свобода возможна только с точки зрения постановки целей. Поскольку, как бы, мы свободны мышления действительно, и мы мышление проектируем вовне, и цель ставим в мышление, и как бы, в этом мире ставим цели. И действуем, исходя из этих целей. И действие, исходя из этих целей, это и есть действие свободно. То есть, свободное действие, это действие, которое основано на постановке целей и действовании, исходя из этих целей. И когда мы действуем в соответствии с принципами этики, то мы точно так же действуем в свободу, потому что мы поставили цель действовать в соответствии с этими принципами и действуем в соответствии с ними. Потому что эти принципы, опять же, есть не какого рода мысли. И цель – это мысли. Мы живем в некотором мире мыслей. Этот мир мыслей является свободным. То есть это как бы как осуществлять свободу? Вот таким образом осуществляется. Потому что если понимать свободу, то по-другому никак свободу не понять. А с другой стороны, если есть проблема между тем, что с одной стороны мы, общаясь друг с другом, можем выразить нашу совместность только в виде принципов, то есть то, что мы можем передать в языке, то, что мы можем фиксировать в виде некоторого рода законов, принципов, заповедей и так далее. Все это на самом деле может выразить только справедливость. Мы никакое добро выразить не можем. Потому что добро – это нечто по ту сторону справедливости. Это нечто еще более сложное. И выразить в языке, выразить в принципах, его очень сложно, невозможно. Особенно если мы пытаемся договариваться. Договариваться мы можем только на уровне справедливости. То есть на уровне взаимодействия и равновесия. А если мы как бы на уровне другого, мы договориться не можем. На уровне другого мы договариваемся как-то по-другому. Мы говорили о совести. Мы договаривались тем способом, что просто мы совместно живем как-то, и наша жизнь как-то утрясается на каком-то другом уровне. Но не на уровне договоренности. На уровне некого неписанных правил, неписанных принципов. Мы как бы в обществе живем, как бы в нем вырастаем, культурно что-то впитываем. И вот эта вот культура является то, что мы называем, то, что я хочу называть, да, способом, каким у меня возникает понимание правильности действия этой жизни. В целом, в широком смысле, в смысле способа жизни, и в частном смысле, как бы в смысле этики добра, это уже еще и более углубленный разговор, да? Она может быть передана только вот как бы, вот как сейчас я понимаю, да, в традиционном смысле, в смысле традиции. Вопрос такой, ну, ку-ку. Все-таки этика, в смысле совесть, ну, как бы понятие добра, совесть передается в традициях, но тем не менее само по себе это оно, ну, совесть, она же все-таки понимается не в рамках какой-то конкретной традиции, правильно? Хотя передается, наверное, действительно через традиции. Совесть это, совесть это некая рода правильность, которая принадлежащая, правильность, которая существует в отдельном коллективе. Ну, может быть, коллектив людоедов, но у них совесть будет другая, в отношении к нашему коллективу. Ну, вот я тоже, как бинистерство, я думаю, что есть некая, скажем, некая совесть как универсальная, все-таки, наверное. Ну, вот это первое заблуждение, какое я уже спорил бы по этому поводу. Если существует универсальная совесть, то это означает чудо в мире существует. Ничего в мире не существует. Как согласуются различные совести людей с друг другом, если люди не могут по поводу нее договориться? Как? Как он совесть самозаимствует? Да, я согласен, потому что у человека, у всех людей две руки, две четыре, две ноги всего больше, это чудо. Нет, потому что это органы, в этом удивительно ничуть совесть, там где, покажи мне совесть, скажи, вот и видно в виде руки, не не есть. Ну, а как можно, допустим, деканью ледоведу, допустим, объяснить, в принципе, если... Ну, кстати, ребята, это наивный разговор, наивный разговор. У всех людей есть, у всех людей, представляете? Все люди, когда живут, они именно живут, а не что-нибудь, что тоже чудо. Дело не в этом состоит, дело состоит в том, что по совести ты действуешь, а живешь ты просто так, может им действовать, а может не действовать, может вообще ничего не делать, все равно будешь жить, пока не умрешь. А тогда от тебя ничего не зависит, а в совести ты как-то правильно действуешь, ты на что-то ориентируешься. Вот где эти ориентиры лежат, где они находятся? В сердце моем. Ну, правильно, а они что, изначально, когда родился, вшиты к тебе, что ли? Ну, вот в этом и состоит наивность разговора. Это и есть наивность, что как бы некого рода правильность наших действий, как бы ориентиров, согласно которым мы действуем, вшита в нашу как бы изначальную биотику. Сейчас, вот, извините, а... Ну, и тем способом, как программа? Я не знаю, у тебя получается как программа. А я говорю, что мы считываем с культурного кода в неком коллективе. Вот я в коллектив вписываюсь и считываю с этого коллектива некого рода код. И вот этот код и есть та совесть, которую я как-то понимаю интуитивно. Вообще, все стоит правильно здесь. Ну, люди иногда то, что называется, как бы прозревают. То есть понимают, что эта мораль, которую они предъявляют, сложная, так сказать, а... Правильно, потому что человек может принадлежать двум разным коллективам. Может быть коллектив на работе и коллектив, допустим, церкви. И он может понять, что совесть, которая на работе, совесть и совесть, которая в церкви, разная. И может выбрать между ними. Если совесть понимает, как коллектив, как бы коллективное понятие, значит, тогда существует какая-то иерархия совести. Понимаешь, скорее не иерархия существует, а существует много совести. Как найти иерархию? Как ты можешь устраивать? Совесть, совесть это принадлежность человека к некоему коллективу. Правильность действий в отношении коллектива. Если коллектив людоедов на самом деле, а ты будешь говорить, что людей есть нельзя, ну, как бы, как это, ты действуешь против коллектива. Соответственно, наоборот, что если это общество... Не знаю, интересно. Если говорить по христианам, допустим, а ты будешь... А у кого совесть говорит, что людей есть нельзя, aí at security? Интересно. Бывает такое? Что же, если людей есть нельзя, так совесть говорит? Не, по-моему, совесть ты думай, не говорит. Стоять говорит, вот этому человека по сегодня мы не едим. Ну, только эта она и говорит. А то, что людей есть нельзя, такое совесть, не говори. Ну, я давно заметил, на самом деле, что вы можете вообще свою совесть, забрать обратно. Я когда говорю о том, что есть некого рода, мне просто всегда поражает, что больше всего возражение возникает только по поводу слов. И мне вообще слова-то не существуют. Я говорю, что вот есть некоторого рода воля коллектива, а вот есть некоторого рода отдельная воля. Буду про волю говорить. Ведь это же не важно. Вот как бы человек, я хотел сказать, поскольку он частичное существо, на самом деле, вот его воля, она точно так же частична. А он должен сообразовать свою волю с волей коллектива. Подожди, либо она частичная, тогда он не должен ничего сообразовать. Если он частичное существо, он уже вписан в общество. Конечно, вписан. Но он может как ты вообразить. Ты вот сидишь и говоришь, что будешь сообразоваться своей свободой. Как будто бы ты свободен. А на самом деле, ты путами всеми, связан с обществом. Ты живешь за счет общества. Потребляешь много благ, которые тебе общество дает. Свобода в том и состоит, что ты имеешь право наплевать на это. Где? Ну плевать, где это видно. Взял да пошел в лес. Куда пошел? В лес. В лес. Я не вижу, что никто в лес. Всякий раз сам себя решаешь. Если бы у тебя, как муравейники, у тебя давлела бы некая совесть над тобой собой, то есть совесть не было. Не надо совести верить. Воли бы не было. Воли бы не было. Вопрос не в этом. Это очень удивительно. Вроде никак вы не можете понять мысль. Человек может осуществлять свою свободу только исходя, если он самодостаточен, но он не самодостаточен. И что? Ну это означает, что он и его воля точно так же не самодостаточна. Это означает, что не может он, опираясь только на свою волю, действовать. Действовать правильно, действовать. Он всякий раз будет осуществлять якобы добро, а приносить вред. И постоянно будет такое столкновение. Продолжение следует... Продолжение следует...